Доброго времени суток, друзья! Начинается еще один будний день нашей жизни. Это день перед выходным. Карина, как обычно, встала в 6.30 утра и уже уехала отвозить старшую дочь в школу, а Эльзочку в центр, где она занимается аботерапией. Школа дочки находится в соседнем районе. Туда ехать примерно минут 8-10, если нет пробок. Она находится в 3-х километрах от нашего дома. И также центр Эльзы немножко дальше. Она по пути после школы на обратном пути домой как раз заезжает и оставляет Эльзу. У дочки уроки начинаются в 8 утра, а у Эльзочки в 8.15. Ей как раз хватает вот этого промежутка, чтобы добраться от школы до центра. Пока Карина отсутствует, я, как правило, я еще немного сплю, так как остальные дети не встают так рано. А сегодня они даже встали еще позже. То есть после того, как я проснулся, начал немножко шуметь на кухне, они все еще спали. И вот только сейчас дочка, младшая дочь присоединилась ко мне. Поэтому будет немножко мне помогать на кухне. На завтрак сегодня у детей каша. На самом деле я был в магазине вчера, и когда был в отделе круп, я решил взять кашу геркулесную, овсяную кашу. И выбирал, выбирал, долго смотрел. В итоге выбрал. И только сейчас, с утра, когда встал, начал готовить, я достал эту упаковку, которую купил. А оказалось, что это вовсе не геркулес и не овсяная каша, а кукурузная каша. Не мелкого помола, а крупного такого помола. Я не знаю, как это произошло, каким образом я так стоял, долго выбирал, а в итоге взял совершенно не то. Поэтому пришлось мне варить манку. Не хотелось мне варить манку. Я люблю больше овсяную кашу, да и дети тоже по вкусу. Я вижу, когда готовлю манку и когда готовлю кашу геркулес, вторая заходит лучше, им больше нравится, и они съедают ее побольше. Дурка лежал и укрытым в пледе. Вон. Это отзачина. Да. Кроме приготовления завтрака, нужно было еще перемыть посуду, запустить посудомоечную машину, да еще и вручную немного, потому что много посуды осталось с вечера предыдущего. Обычно она у нас остается, так как вечером не хочется греметь на кухне. Соседняя комната как раз детская, и если этот шум вечером, то они и без того, они не очень хорошо ложатся спать, не любят. А если еще греметь, шуметь, то для них это лишний повод еще выйти из комнаты, зайти на кухню, посмотреть, что там происходит. Кстати, хочу сказать, что я уже раньше говорил, показывал еще раз, но сейчас более как-то, как раз в деле видно, как используется вот этот промыватель банок, стаканов. Я его установил на место дозатора. Видите, у нас он отдельно в баночке стоит. Вообще там предусмотрено отверстие для дозатора для мыла. Вместо него я вот такую заказал штучку, не знаю, как ее назвать правильно. Заказал ее из Китая, и используем ее каждый день для того, чтобы промыть бутылочки детей от молока, и все чашки после кофе, после чая. Очень удобно. Дети, садитесь. Узадимся. Папалась. Вот уже все проснулись, каша как раз остыла. Пока те, кто проснулся раньше, ждали остальных, они немножко перекусили там этими палочками, солеными печеньками. А еще я сделал им чай, сейчас будем кушать кашу. Пока дети кушают свою кашу, я решил протереть плиту. Вы знаете, я часто думаю, как бы мне хотелось все-таки, чтобы была у нас электрическая плита, так как на ней нет ничего на поверхности, кроме стекла, и очень удобно и легко протирать. А с этой плитой приходится немножко мучиться. Котичка, ты бегалючий, маленький. Котичка, маленький. Какой котики, а какой котики, а не какой котики, маленький. Карина вернулась уже, она там с детьми. За столом помогает немножко младшим с кашей справиться. А я немного вот хотел вам показать кран. Вот так он у нас отломался. Он течет, весь течет и внизу тоже. Поэтому новый смеситель мы будем устанавливать. Он скоро прибудет с Китая, его заказал, уже на днях должен быть. И мы его заменим. Скорее. Это уже 7. Все, здесь. Все, 9. Я делал приятного. Потому что это плита здесь. А что дальше? Это плита на оси. У меня как... Чи-чи-чи-чи. У меня уже не болит. Тогда это не... Это, девушка, пара мой. Да, девушка, пара мой. Тогда это может быть иначе. Но вот это... И мы... Ну, пожалуйста. Многие спрашивают нас очень часто, сколько у нас комнат, квартира или дом. Подобные вопросы. И уже мы не раз отвечали, особенно это в наших прямых эфирах в ТикТоке. Это квартира. И здесь у нас три комнаты. И мы, конечно же, используем максимально все пространство, что возможно. Но таким образом, чтобы не было нагромождения. И когда я делал ремонт в этой прихожей, я делал также шкаф сам. Это один из моих первых проектов по мебели. Я продумывал все детали, как сделать так, чтобы он подходил для одежды, которую мы будем там хранить. Там хранится вся верхняя одежда детей. Их обувь, наша обувь, очень много инструментов и много другого. Все туда вместилось. Выглядит очень-очень компактно все, но на самом деле вместительно. И также есть зона, где можно хранить коляску. Она у нас складывается. И также есть место для того, чтобы вешать куртки, которые мы используем сейчас по сезону. Сейчас пока дети маленькие. Их вещи, они небольшие. И все вмещается. Но в будущем, я думаю, нам предстоит перепланировка, конечно же. Я сделаю себе чашечку чая, выпью. Карина уже дома, она с детьми. А я отправлюсь за старшей дочкой в школу. В этот раз обычно Карина ездит, чтобы ее забрать. Но в этот раз хочу я прогуляться. И предлагаю вам пойти со мной. Немного покажу путь, как я туда добираюсь. Комбайн так еще я не разложил. Карина этим займется. Она уже спланировала, где он может храниться. Поэтому оставляю это занятие для нее. Есть у нас такая полка над микроволновой печью. Находится где также вся техника. Часть из нее нужно будет убрать, переложить. Что-то уже не буду я использовать. Так как в этом комбайне оно есть и дублируется. И Карина там все аккуратно и компактно сложит. Вот я и вышел с дома и отправляюсь в школу за старшей дочкой. Погода теплая, но ветрена. Поэтому люди в куртках еще. Да и вообще, когда пару дней назад был мороз. Ну не сказать, что мороз, но был минус, так как выпал снег. Конечно же люди переживают и одеваются еще в верхнюю одежду довольно теплую. Ветер не холодный, но он очень сильный. Поэтому некоторых можно даже увидеть еще и в шапках. Несмотря на то, что это уже почти что середина весны. Недалеко от нашего дома постоянно стоит вот такой вот бусик. Он не рабочий. Я ни разу не видел, чтобы он ездил. Он просто вот так вот стоит и интересно выглядит. Видите, уже начинают распускаться цветы. Это абрикос и также вишни. Я думаю, через несколько дней все расцветет. Будет очень приятный запах. У нас по городу очень много таких деревьев. Абрикосы и вишни. И они цветут все примерно одновременно. Это будет недолгий, короткий период. В течение недели потом все будет осыпаться. Хоть я и живу всю жизнь в этом районе. И казалось бы, что может быть интересного. Но вы знаете, что очень часто у нас что-то новое строится. Постоянно меняется. Город обновляется. И становится краше с каждым годом. Это наша остановка, которая самая близкая к дому. И я сажусь на троллейбус или на автобус, на любой транспорт, первый попавшийся. Так как дорога только прямо. И мне нужно проехать одну остановку. Либо две. Это уже зависит от настроения. Потому что до следующей остановки идти будет одинаково. У нас по городу, вот на некоторых аллеях, можно сказать, есть люди, которые вот так приходят и раскладывают какой-либо товар. Это может быть что-то новое. А может быть, как гуманитарка у людей, что накопилось. Они выходят и продают. Чаще всего это пенсионеры, бабушки. Таким образом они пытаются немножко подзаработать. Так как пенсии в стране маленькие. И, конечно же, им не хватает на жизнь, на оплату коммунальных услуг. Таким образом они восполняют вот эту нужду. В этом районе, это уже соседний район, откуда я, собственно, приехал. Одна остановка от него до этого места. Здесь у нас находится очень много разных магазинов, универмагов, ресторанов. То есть всем, кто живет здесь, совсем не обязательно куда-либо ехать. Можно пешком дойти до любого места. И жить удобно. Совсем нет нужды никуда. Ездить даже в другие районы за покупками. Потому что почти все можно найти здесь. Ну, а я жду следующий транспорт. Здесь мне нужно проехать одну остановку. Также можно ее пройти просто пешком. Она не длинная. И выходить я буду у парка. Я сейчас, у меня немножко есть время. Так как я немного раньше вышел. И транспорт прибыл сразу. Бывает, никогда нужно немножко подождать. Потому что он забит. А сейчас свободно. И вот этот парк, о котором я говорил. Здесь, этот парк называется парк афганцев. Здесь у нас памятник тем, кто погиб в Великой Отечественной войне. И там также имена на плитах есть. И есть вот такая, ну, я не знаю точно, кто это изображен. Возможно, это мать, которая скорбит по сыну своему, который погиб, не вернулся с войны. Здесь всегда огромное количество голубей. Собственно, как и во всех парках. И люди всегда приходят сюда с детьми, чтобы покормить голубей, погонять их, немножко побегать. Иногда, когда я забираю дочь со школы, мы идем в этот парк. И минут 10-15 по нему можем прогуляться. Что-нибудь взять, покормить голубей. А вот, собственно, и дорога, которая ведет к школе. Это, с одной стороны, можно к школе подойти, и с другой. Нам удобнее так. Как видите, она оставляет желать лучшего. Когда дожди, особенно это заметно. В зимний период у нас он длится очень долго, практически полгода. Здесь все затоплено, здесь лужа. А приходится идти по дороге, так как на тротуарах запаркованы машины. Ну, выбора у нас нет. Дорога какая есть, может быть, когда-нибудь этим займутся. Соответствующие органы сделают хорошую дорогу, чтобы было более комфортно и безопасно для детей переходить и подходить к школе. А я сейчас заберу дочку, отвезу ее домой. И у меня в планах есть сходить на рынок сегодня. На рынок я хожу редко, но когда приходит весна, то хочется приходить немного чаще, так как здесь больше выбора, более свежие овощи, чем в супермаркетах. Хоть порой они и дороже. Но сейчас я смотрю, у людей примерно одно и то же. Вы видите, огромное количество яблок сейчас продают одного и того же сорта. Их всего два, в основном два. Очень много зелени есть. И я пришел для того, чтобы купить немножко овощей. Мы никогда не делаем больших закупок для того, чтобы овощи были всегда свежие. А еще я по пути заметил яйца домашние. И сейчас я хочу взять этих яиц. Кстати, цена на них такая же или ниже, чем на магазинные яйца. То есть, понятно, что лучше взять домашние. И теперь я точно буду на рынок приходить за ними. Но все равно кое-какие вещи на рынке не взять. Хоть и есть там и молочко и все. Но я схожу также и в супермаркет, чтобы взять кое-какие привычные наши продукты, которые я беру, как правило, именно в этом супермаркете. Называется он Linelo. Мне нравится больше всего там и выбор, и цены. Снимать на видео сегодня, как я готовлю, я не стану. Но сразу скажу, что планирую приготовить пюре. Взял для детей бананов. Они у нас их любят почти все. И едят постоянно. И самый младший тоже съедает целый бананчик за один раз. Взял свежую молодую капусту. Купил я, кстати, ее не на рынке, так как там она была намного дороже, чем в супермаркете. Та же самая. Взял копченой рыбы немножко, жирной. Она по вкусу нравится очень Карине. И нравится старшей дочери. Также один свежий хлеб, который дети съедают сразу за раз. Просто как булочку. Одну бутылку молока у нас еще сохранилось. Я просто докупил. И вот такие колбаски. Карнацей они называются у нас на румынском языке. А еще я взял коровью брынзу, так как планирую приготовить молдавское традиционное блюдо. Мамалыгу с муждеем. И еще я купил соленые огурцы. Мы не закатываем огурцы на зиму, так как в этом, в принципе, особо смысла нет. Всегда в супермаркете их можно купить. И они всегда вкусные и совсем недорогие. Кстати, эти дешевле в три раза сейчас соленые огурцы, чем свежие. Все, сейчас вы все соберете. Мы почти все собрали. Это вы так сортируете, да? Да. Сказал, что мы идем за парк. К котику. А я сказал, что мы идем в парк. В парк, в парк, просто гулять. Парк, вы набегаетесь, напрыгаетесь там. Изюша, мы пойдем гулять сейчас, хорошо? Едем в парк. Да, в парк. Я люблю. Любишь парк, да? Да. Ну, давайте. А следующие кадры уже со следующего дня. Это суббота. Наступил наш выходной, которого мы долго ждали. У нас запланирована поездка в парк. Парк, который находится в другом районе. Туда ехать минут 30. Иногда, может быть, и больше, если пробки выходные не бывают. И мы, в принципе, весь день посвящаем этому. Сборы в парк. Потом, когда вернемся, очень много дел после того, как вернулись, всех переодевать. Кого-то надо будет, возможно, искупать, как правило. Стирка, готовить ужин. Ну, и готовиться к воскресному дню. Ты красавчик? Мама! Мама! Давайте поскорее, чтобы мы отправились уже. Сейчас придет вечер и похолодает, и мы не сможем погулять. Так, может, можно открывать микроскоп. Ну, скорее, честно. Ты же поправь подушечки. Молодец. Молодец. Карина уже одевает детей. Вот, вы видите, на полу лежат их джинсы и футболки. Это... Они лежат для того, чтобы они сами оделись. Старшие пока они еще заканчиваются игрушками. А младшие уже готовы. Я хочу выпить чашечку чая. Это помогает тонизировать, так как в парке нам предстоит много работ. Нужно за всеми уследить и смотреть, чтобы все было в порядке. Что, малыш? Мы собрали игрушки. А там уже нет... Там уже нет игрушек, да? Да. Все-все собрали? Да, все собрали. Ой, какие вы молодцы. Вот сын сообщил мне, что они уже готовы, что все собрали. Сейчас еще должны все обуться. Ну, и мы будем отправляться. Малыша, конечно же, мы берем в коляске, потому что носить на руках все это время будет очень трудно. А к тому же нам нужно быть готовыми всегда, что нужно будет там побежать куда-то, остановить. Потому что в парке есть, ну, не называть их водохранилищами, ну, можно сказать, такие ручейки, речки. И они могут туда залезть. Это не сапоги, это кроссовки. Кроссовки, давай, обувайся. Ты хочешь ей помочь, да? Папа, а мамочка, ты знаешь, кто уже заканчиваешь? Папа, а мама, мне помогла. Папа, а мама, мне помогла, а мама занята. Я, конечно, помогла. Идем, подскорее. Ильдюшка, как красиво. Посмотри, здесь все зеленое. Видела? Это цветы, которые цветы растут, они пока что зеленые. Пап, я увидела, некоторые цветы еще не выросли, они пока что зеленые. Это правда? Да, они еще не распустились. Красивые, правда? Вот она. А ну-ка, чуть-чуть. Покажи, какая ты красотка. Так жаль, что этот парк находится не возле нашего дома, иначе бы мы гуляли в нем, наверное, каждый день. Здесь, в этом парке, есть несколько деревьев магнолий. Это довольно редкое растение для нашей страны, но здесь они цветут очень красиво, и мы как раз попали в период их цветения. Цветочек красивый, да? Покажи, какой красивый. Ух ты, давай посмотрите. Мама, у меня цветок на руках. Вау, какая красота, девочки. Вы заметили, что мы оделись довольно-таки легко, по сравнению с предыдущим днем, когда было ветрено, был такой сильный ветер. Сегодня совершенно другая погода, 30 градусов на солнце, и ветра никакого нет, поэтому мы оделись так легко. Ты обезьянка? Это маме подарок. И вот тебе фиолетовые цветы, это для тебя. Спасибо тебе. А сейчас предлагаю вам провести еще немного времени с нами, и тем временем отвечу на вопрос, который нам очень часто задают многие люди на протяжении долгого времени. Расскажу историю нашего знакомства. На самом деле нет ничего необычного, знакомы мы с самого детства. Карина помнит меня с детского церковного хора, куда мы ходили. Я там часто солировал, и меня знали. А я, честно сказать, Карину из детского хора и из церкви, в принципе, не помнил. Но знал я ее с начальной школы. Мы посещали одну школу, конечно, разные классы, так как Карина младше меня. И мы знали именно друг друга, пересекались часто, но, несмотря на это, мы никогда не здоровались и никогда не общались. Также потом мы перешли в среднюю и старшую школу, тоже учились в одной школе всегда, пересекались, виделись, но не здоровались. Как Карина говорит, она перестала посещать церковь в подростковом возрасте. Я всегда оставался в церкви с мамой своей. И когда уже она была в старших классах, она снова пришла к Богу, она уже покаялась, уже все было осознанно. И тогда было лето, мы трудились в лагере в молодежном заезде на кухне. Там мы с ней и пересеклись, когда вместе попали на кухню, мыли посуду. Так мы, в принципе, и, можно сказать, познакомились, хоть мы знали именно друг друга, но начали общаться именно там. В дальнейшем уже у нас появился общий круг друзей в церкви. Мы начали участвовать в одном труде. Я всегда пел. Карина также подключилась к этому труду. Хор в группе прославления в церкви мы пели. Потом в группах разных сольное пение. И, конечно же, общий круг друзей. Мы проводили очень много времени все вместе. Это было интересное и хорошее время. Мы его с теплом вспоминаем. И именно вот это общение и наш совместный труд в церкви сблизил нас. И так прошло 5-6 лет, как мы общались в кругу друзей. И в итоге это привело к тому, что мы теперь вместе. И у нас такая большая семья. Вот, собственно, и вся история нашего знакомства. Мы с детьми сейчас еще немножко гуляем и будем отправляться домой. Потому что, если вы заметили, Эльза все-таки угодила в лужу большую. У нее промокли полностью ее кроссовки, носочки и даже джинсы. Там была глубина большая. И, конечно же, сейчас, после того, как она промокла, она уже капризная стала и хочет домой. И хочет это все снять, переодеться. Но мы планировали еще немножко, чтобы дети порисовали. Карина взяла для них мелки из дома. Поэтому ей придется немножко потерпеть. Она, конечно, подуспокоилась немножко, хоть ей и некомфортно. Но рисовать ей тоже нравится. Поэтому мы еще немножко времени проведем в парке. Ну, а потом поедем домой. Это предстоит, конечно, очень много разбора одежды, как я и говорил. Конечно же, придется кого-то и искупать. У многих одежда запачкалась. Ее нужно будет постирать. Карина будет этим заниматься. А я тем временем займусь приготовлением ужина. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Желаем вам хорошего весеннего настроения. И мы с вами еще обязательно увидимся.